Всем привет, с вами Ювка. Перед началом видео я хотел бы поблагодарить Дорами Дорами за его донат. Это первый донат вне моих стримов, так что я был очень удивлен, когда получил его. Также я хочу напомнить, если вам понравится это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, помогите продвигать его дальше. Я начинаю. Ранее я выпускаю видео на канале, где я рассуждал на тему того, что будет с притонами, с добавлением оглушающих и слеповых гранат. Что ж, в этом видео я расскажу, как я испытал эти гранаты на действии, и скажу заранее, это очень имбовая вещь. Коротко, в чем суть этих гранат. Клиповые гранаты, как вы можете догадаться по названию, слепят, то есть воспроизводят звук и закрывают экран белым полотном, так сказать. Но, к сожалению, почему-то они не работали в тот день, поэтому я использовал только оглушающие гранаты. Оглушающие гранаты, в свою очередь, оглушают игроков. Причем оглушают они в огромном радиусе, но могут задеть ваших тиммейтов. Хочу, кстати, отметить, что как оглушающие, так и слеповые гранаты не оглушают и не слепят того, кто их кинул. Поэтому можно просто их забрасывать себе под ноги, соответственно, оглушая противников, а самому бежать дальше или расстреливать, пока они лежат на земле. Я думаю, если бы наши противники просто забрасывали нас гранатами, то мы бы проиграли, потому что вы сейчас увидите. Итак, самая первая стычка на сегодня, где я использовал эти гранаты, была возле бара. Сначала все шло гладко, я даже не хотел доставать гранаты. Но потом пришла эта идея, а почему бы и нет? Я заранее достал целых 5 штук, хотя можно было взять всего 1-2, но этого бы хватило. Первую гранату я забрасываю под ноги, оглушив тиммейта и противника. Противника я добил. А вот далее на меня вылетает сразу несколько противников. Чтобы выжить, я начинаю забрасывать просто гранаты под себя, паникуя. И да, я оглушил двух игроков, которые меня расстреливали. Соответственно, это позволило мне выжить. Следующий момент. Мы обороняем крышу от противников. Ее потому что занимали. Они начинают забегать, и я начинаю забрасывать их сверху гранатами. Я бросил сразу все гранаты в одно место. Почему-то несколько игроков пробежало вперед, их не оглушило. И потом меня просто забрали, так как я был на крыше один. Это был довольно забавный момент. Далее мы опять отбиваем эту самую крышу. Я забегаю в толпу. Я вообще бросил гранату куда-то в сторону, но при этом она задела и глушила игроков, которые были рядом со мной. Мне кажется, что граната как-то не так работает. То есть рассчитывается бросок не игроком, а сервером. То есть она может вообще в другом месте взорваться, не там, где игрок изначально бросал. Но ничего страшного. Меня глушили противники. Это никак не повлияло. Потом я бросил пару гранат, оглушив всех своих тиммейтов и противников. В этом моменте вы можете наглядно увидеть, каким образом действует граната. Она просто положила всех в огромном радиусе. То есть вы представляете, что можно просто один на один выйти, оглушаете противника и добиваете, пока он не встал. Потому что радиус огромный. Можно даже не целиться почти. Просто нужно в сторону противника бросить гранату. После этого момента, когда мы уже заскоренились, мы продолжили бегать и стрелять с противниками, так как они не унимались. Стычка на мосту. Здесь будет интересный момент с тем, что граната почему-то не сработает сначала, но позже она даст эффект. Возможно арпинг. Я не знаю. Мне кажется, это какая-то странная механика, которая работает с задержкой. Первая граната улетела в противников, не дав им никаких эффектов. Меня глушат. Первый противник был оглушен с пульт моих тиммейтов. А вот трое других легли после этого уже от гранаты, которая выздоровалась по какой-то причине с огромной задержкой. Но потом подлетают мои тиммейты и добивают противников. Как вы понимаете, опять гранаты меня засейвили. Очередной момент, где я выхожу на противников. Здесь я на баскетбольной площадке состычкуюсь сейчас с одним противником. Странно, что я его не смог оглушить с обрезов. Я ему внес 250 урона, при том, что он не лег вообще ни разу. А вот я с амп5 лег. Тут я бросил под ноги гранату, оглушив двух противников, и мои тиммейты меня засейвили. Какие же по итогу можно сказать свала? А то, что гранаты это имба. И вам точно нужно закупаться гранатами. Я настоятельно рекомендую брать их либо у Гурама, в зависимости от того, что дешевле. Либо у бота возле фамковой любой. В зависимости от сервера, у вас могут быть разные цены на фамталоны и на абонентские респекты. Так что сравнивайте цены и берите там, где дешевле. Также, какие есть фишки при использовании гранат? При использовании гранат вы должны помнить, что Если вы быстро отпустите ЛКМ, то граната упадет возле ваших ног. Если вы зажмете ЛКМ, то оно летит максимально далеко. Вы можете немножко подержать, отпустить, чтобы отпустить гранату, допустим, на половину расстояния. И граната взрывается после примерно секунды, после того, как она приземлится на землю. Но, как вы поняли, исходя из этого видео, гранаты работают не всегда правильно. Рассчитываются сервером, а не вашим клиентом. Поэтому вы можете просто где-то в сторону противника кинуть гранаты, либо под ноги себе. И, возможно, его оглушат с каким-нибудь, допустим, дилеем. Или вообще заделить никого-нибудь, кто стоит выше или ниже этажом, допустим. То есть гранаты сейчас это довольно хорошая вещь. И без них вы не сможете выиграть себе одного ПВП. Потому что, если вас в ответку борются на гранату и вы ляжете, вы ничего не сможете сделать противнику, пока лежите. Так что помните это. Как только починит флешки, вы можете, в принципе, попробовать использовать флешки. Какой мой план на флешки? Скорее всего, вы просто забрасываете их наперед, как и оглушающие гранаты, чтобы просто противникам ничего не было видно. Как КСГО, в общем. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, если вам понравилось видео. До встречи.